Итак, здорова всем подписчикам моего канала. С вами Булкин и Сирко. И я Жень. Ну как тебе? Как тебе увидеть его снова спустя? Кстати, вон менты. Сейчас мы их вызовем. Ну давай, рассказывай, как тебе? Сколько чинили? Два месяца, да? Ну чинили, да, где-то в районе двух месяцев. Едет чувак на скутере. Ага. А сейчас Жене нужно проехать два квартала в час плюс один градус. Женя без шлема, без защиты, без седла, на необкатанном мотике, который только вот из сервиса. И сейчас будет эпичность. Я пойду на автобусе следом. Женя уедет вперед, я должен это снять. Давай, Жень. Ага. Так, насчет покатушек, давай сразу скажем, потому что, ребята, что как покатушки, я не сейчас буду спрашивать. В ближайшее время, скорее всего, не будет, потому что у меня обкатка, все дела. Короче, на самом деле, тут все просто. Во-первых, он ебашить не сможет мне обкатку. Прошу. Прогресс надо. У него обкатка, это первое. Второе, холодно очень. Ему нужно обкатывать. Вот. Как тебе с седла сидеть? А, хуёво. Ставим лайки за Женю без шляпы. Бл***, шляпы, ёпта. Автобус. Можешь мне садиться? Давай, нет. Не хочу. Я хочу, чтобы я как-то... Бл***. Уехал. Без подсоса как-то он. Ну все, с подсосом, ебашь, короче. Не хочешь. Эх, с июня мы не видели этого зверя. Дождем еще немного. Нормально. Он вибрирует, ёпта, как вибратор какой-то. А Женя знает толк вибратора, я смотрю. Звук нового двигателя. Вот так он слышится. Давай сейчас, короче. Оставь лайк, чтобы Жень хорошо доехал до гаража. Бл***, да вы заеба. До гаража. Хотел сказать, я, но Женя заглох. Я потом включил педаль. Короче, ребят, это все потому, что вы не знаете ЛОИС. ЛОИС дает силу кислорода двигателя. Чем больше кислорода, тем больше двигателей. В смысле... Кавасаки не хочет ехать, потому что он не чует ваших лайков. Больше лайков, больше езды. Ставь ЛОИС, Женька доедет. Лозунг теперь новой канала. По-моему, это все из-за того парня, который перед монитором сидит. Который не ставит лайк. Большой синий палец вверх, который сегодня синий, а не зеленый. У меня руки дрожат, мне холодно. Жень, тебе тоже дай холодно. Ну не очень. А, ну ты-то, конечно. О, ну все, все. А сдавай капитали снова. Эх, Женька, Женька. А бензин-то есть? Сирфануший ты какой-то. Есть? Есть. Я не пожадничаю даже бензинчик, малыш. Я хочу уже увидеть, как ты рванешь сквозь гром и ветер. В такой лютый холод. Старая сказка о новом. Нет, заводится. Но только как-то не очень охотно. Я просто еще одет легко, я не знаю, как Жене. Но Женя крепыш, он у меня там полный фарш. Какая модная семерка, смотрите, ну так мое. Вот сейчас ты должен не облажаться. Потому что я вижу, что большинство поставило пальцы вверх. Ты должен... Блядь, он это, он почему-то глохнет на холостых. Ну, есть с фасосом. Наверное, потому что на улице холодно. Наверное, потому что он не прогреет. Наверное, потому что он не обкатан. Наверное, потому что... Да он уже теплый. Старый бензин. Он там засохший с грязью уже, короче. Блядь, простыну нахуй. Блядь, я не понимаю, если совменьшаю. Днем было теплее. Блядь, без сидушки это вообще заебись. Смотрите, вот на эту. Сидеть под фильтром. Понятно. Итак, уже 5 минут Жень заводит байк. Ему очень везет, как всегда. На самом деле. Вы же знаете себе историю. Жень на везучести. Ау. Вот так. Эх вы. Парни, поддерживайте Женю в моментах. Давай, давай, давай. Сейчас. Опа, почти. Почти. Еще, детка, еще. Еще, еще. Рай, мне уже нога болит. Я думал, что это по телефону попадет. Ногой своей. Настоящие русские мужики только. О, блядь, мне нога болит. Ты сейчас без подсоса пробовал? Без подсоса. По-моему, ты перезасерелил его. Я тебя могу поздравить. Молодец. Не, ну вы поняли, да? Кто сделает куб из этого, получит печенье. Бесконечная заводилка от Жени. Генератор вещества двигателя. Бесконечная заводилка от Жени. Ты сейчас хочешь попробовать? Ты сейчас не от нового байка. А, старое доброе ощущение. Как старое доброе лето, да? А, блядь. Ничего не изменяет. Меняется только Женя. Немножко стареет. Ну, блядь, почти. Эх ты. Не схватил вовремя. Вот это вот по-насому чем-то. Не успели. Нет, не успел этого. Я даже не знаю, как прокомментировать на самом деле. В какую сторону? Что за кнопочки? Ну, что на меня фокусы наводятся? О, господи. Ты типа, когда начинаешь добавлять газу, ты... Ну, он глохнет все равно? Или что? Нет, он не глохнет. Так есть просто добавляй газа, я не знаю. Что перелить. Гениально, Санек. Сейчас найдется умный человек, который подскажет в комментариях, что было за хрень, а мы скажем, что он прав. Или наоборот скажет какой-нибудь умник, что надо было, блядь, выключить передачу. Есть такие люди, которые какой-нибудь могут написать. Ну, ладно. Я смотрю, парень, ты холостых добавляешь. Добавил. Итак, уже 8 с половиной минуты смотрите, как Женя пытается завести мотоцикл. Раньше ему удавалось это чуть поменьше. В смысле, пораньше сделать. Давай вот сейчас съезжай, и все уже. А то мы до утра тут просидим с тобой. Уже темнеет, так ладно. Ну, блядь, Женя. Ну, блядь. Какие идеи возникли в твоей голове? Я справлюсь с собой. Справлюсь? Справишься? Да. Ладно, мы посмотрим на это все. Хочет аварии не было. Сейчас, все, стремаем. Давай. Пошел. Неужели? Ой, красота, а? Ой, круто по-нашему, а? Вот это вот, вот Женек дает. На дорогу-то будет уезжать, нет? Ну, сейчас его не заведет. Ты сейчас его не заведешь? Как всегда. Ну, заводи. Пока. Да, да, да. Да, да, да. Если кто еще не знает, слоупок, вот на этом будут автопокатушки. Ну, да ладно. Все, в январе. Ну, по крайней мере, начнутся на нем. По крайней мере, да. Потом посмотрим. А про нее я расскажу чуть позже, ну, в отдельном видео, автопокатушках, наверное, первых. Все дела. Вот. Но я думаю, что многие уже в курсе и видели мои видосы с гонок, когда я гонял в радиоспринтах. Поэтому, да. Да. Женя там, короче, заглох. Эх, ну, Женя, как всегда, короче, ну, вы поняли. Да. Да, если что, она нестоковая, кстати, да. Ну, я, по-моему, об этом писал. Ну, в общем, ждите, да, инфы. В общем, будем валить скоро с вами. В общем, такое, такое дело. Я вот хотел вас спросить. Я давно уже хочу записывать блоги. И вот вы сейчас посмотрели этот видос, собственно, вот, да. И вот напишите в комментариях, хотите ли вы видеть еще такие влоги вообще какие-то из жизни. Вот, каких-то, каких-то ивентов, из каких-то событий в моей жизни. Ну, поняли, да, что только влог, вы, наверное, все знаете. Щербини, не смейте, не смешно. Вот, поэтому пишем в комментариях и ставим пальчик вверх, если хотите. И я, может быть, буду пилить какие-то регулярные влоги. Щербинин. Ну, что ты, Рожж, Щербинин, скажи, пожалуйста. Я не вижу, ты меня только что оскорбил. Как? Просто разгорел. Ну, ладно. Всем пока.